Депутат Государственной Думы 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 А мы всего лишь координаторы. Движение стихийное. Назрела ситуация. Огромное недовольство власти. Огромное недовольство проблемами в стране. И тут еще обман на выборы. Это как детонатор. Вот получается взрыв. Сказка про обман. Сказка про обман. Сказка никакого нет. Вот в этом мы расходимся. Позвольте, я закончу. И вот мы попали в данном случае в унисон общественного сознания резонанса ожиданий. И люди поняли, что если они будут дальше сидеть молчать, их ждет впереди 12 лет застоя, а мы знаем, чем в Советском Союзе застой закончился. И вообще знаем, чем заканчивается застой власти в России. Тот же царская власть, 905-917 год. Поэтому люди, испугавшись, что нас ждет трагедия 20-го столетия, абсолютно все люди. Но это власти или люди, которые... Нет, нет, нет. Граждане, простые граждане, которые не очень плохо знают партии, не очень хорошо, так сказать, понимают все эти лозунги. Они поняли, что все это касается каждого. То есть политика, наконец-таки до людей дошло, что политика это то, что касается каждого. И люди, испугавшись, что политика заведет страну не только в тупик, а в развалу, они вышли на улицу. Мы всего лишь координаторы протеста. У нас нет каких-то иллюзий на этот счет. Но почему это произошло? Потому что не осталось иных методов влияния на власть. Нет других методов. Вот Евгений говорит, идите в суд. Я договорю. Идите в суд. Я перебил вашу тему. А почему Госдума не может влиять на исполнительную власть? А потому что вы ни разу не читали. Я по вопросу даю вам и ответ. Потому что ваш вопрос выдает то, что вы никогда не читали подробную и внимательную Конституцию России. А там написано, что в России нет парламента. Я утрирую, конечно. Что в России нет независимого суда, они предполагаются. Что в России нет четкого разделения властей. Непонятно, кто у нас президент. По большому счету это неограниченный монарх с гиперполномочиями. И это все записано в Конституции. Парламент в 1993 году был превращен в тряпку, в бесплатные продолжения к исполнительной власти. А сейчас он не превращен? И сейчас. Так, вы, наверное, хотите возразить? Конечно. Я бы хотел сначала возразить. На мой взгляд, как раз в митинге, так называемые не по закону, то есть не санкционированные, это митинги, которые нарушают права других граждан. Люди хотят ходить по Тверской, а им вдруг раз ее перекрывают, потому что кто-то захотел. Ребьевка. Мои права нарушают не вот эти 15 человек, которых разгроняли, а сотни ОМОНов, которые со своими фургонами стоят. Вот они больше нарушают. Так вот эти 15 человек, потому что они санкционированы. Если он санкционированный, на него приходят 5, 10, 20. У нас вообще уведомительный порядок митингов. Уведомительный, у нас неразрешительный. Мы не должны получать санкции граждан России. И самое главное, вопрос в месте. Если бы эти люди сказали, которые на Тверской, мы хотим митинговать в Лужниках, никаких проблем, уверен, не было бы никогда. А если бы еще в митинге? В митинге никаких проблем. Или бы где-нибудь в Зарайске, в Москве. Речь идет о том, что они говорят, что именно на Тверской мы хотим, ни в каком другом месте. А это связано с неудобством других граждан. Поэтому я за сами митинги. Вопрос только в том, что государство регулирует место. Ну, День города. А почему Тверская? Нет, а День города где? Перекрывать Тверскую и что? Нет, День города это и есть санкционированная форма. Какой же конкурс рисунков на асфальте мэрия проводит? Потому что Лужкова... А я ездить люблю по Тверской, не ходить. Потому что Лужков, утвержден, Морковской городской думой, то есть является представителем через Мосгордуму народа. Ему было удобно, закрывали. А когда неудобно, запретили. А люди, которые пошли туда, они вообще просто сами себя представляют. Но не только сами себя. Есть второй элемент митингов, которые сейчас были. Я смотрю как специалист. Кто организатор митинга? Для меня это очень важно. Если я вижу, что их наполовину организуют люди, официальные сотрудники другого государства, через механизм грантов, грантополучателей. А это организаторы, это лозунги, это не просто собрать. Приходят и нормальные люди. Меня уже ваше НТВ обвинило сотрудничею Американской разведки. Я говорю конкретно, Чериков, Немцов, Навальный и так далее. Какие деньги Селигерц собираются? Сейчас, подождите. Это тоже грант. Нет, но это разные вещи. Китай планирует. Есть национальные... Корея, Северная Корея планирует. Вы меня слушаете, есть национальные, а есть иностранные. Вот депутатам получать иностранные деньги нельзя. Почему? Это же не случайно сделано. Организаторы митинга можно. Фактически, речь идет о том, что другое государство организовывает у нас политический процесс. Но это еще не все. Вот вы говорите по главным выборам. Я вам скажу, выбор на работу... Можно не ходить на митинг, потому что там все-таки хорошие деньги? Нет, иностранные. Не в этом дело. Вы должны понимать, куда вы идете. Андрей, знаете, в Думе есть обменные банкоматы, где можно доллары и евро поменять на рубли. Спрашивается, кто это делает? Ну, самое главное вот, что когда мы выходим на выборы, вот ваш выбор на работе, каждый дневный, тысячи выборов. От этого зависит ваша зарплата, карьера, уровень жизни. Выбор в семье, жена, когда ребенка родите. От этого зависит ваше жизненное счастье. Плохо выбрали с женой, вся жизнь мучаетесь. А выбор в политике, это не только выбор уровня жизни, как это кажется. Это выбор самой жизни или смерти. Вот в 91-м году и после, ведь в результате выборов и митингов ликвидировалась была страна. Там понятно было предательство. Нет, нет. Но и выборы и митинги были тоже. Нет, они были потому, что сгнила власть. Они были потому, что сгнила система. Они были потому, что страну довели до карточек. Они были потому, что абсолютно не было никакого развития. Люди принимали это решение в большей или меньшей степени. И поэтому люди вышли на улицы. И тогда результатом этого выбора была смерть десятков миллионов рублей людей в последующие годы. Смерть десятков миллионов рублей тоже была. Да. Баусь к реформам была бездарна. Это результат выбора, вот как с женой. Неправильно жену выбрали. Вот там неправильно приняли решение в 91-м году, смерть людей. Вот сегодняшние выборы и процесс вокруг, который сейчас я вижу, он где-то выходит на такой же накал. Ну, общество выбирает вообще логику своего развития. Я, например, считаю, что все 20 лет мы жили в обстановке вранья. Потому что в 91-м году произошли не те события, которым нам рассказывают. Эти Беловежские соглашения якобы разрушили СССР. Это все ложь. Но мы все 20 лет жили в обстановке вранья. Или? Конечно. Все 20 лет. В системного вранья изначального. То есть в 91-м году нам наврали. И дальше мы 20 лет не можем изменить эту начальную логику. А что тогда 12 лет власть одна и та же? И все время тоже шлюбрет? Так уже Ельцин-то был меньше в полтора раза, чем раньше. То есть основа, каркас нашей системы жизни основан на вранье. А все остальное это следствие. Вот с этим я, Евгений Алексеевич, с вами абсолютно согласен. Вот в этом проблема. Но она 91-го года. То есть мы в 91-м году проиграли войну, а нам рассказывают сказку, что что-то было. Все, окей. И что мне идти на выборы тогда? А на выборы вам идти, потому что вы выбираете жизнь. И даже это Владимир Владимирович сказал, это были лихие 90-е, а сейчас у нас там островок стабильности. Правильно? Ну да, конечно. И что толку? Я там не ходил. Как минимум, как минимум. А сейчас за вас другие люди выбирали. За вас выбирали другие люди. Их может не хватить. Я хочу сказать, что сегодня в прессе и среди журналистов произошло размежевание на тех, кто привык лизать своим шершавым языком присутствие места власти. И на тех честных, бескорыстных людей, которые идут на митинги, потому что там пока еще непонятно, что будет. И может быть опасно. И для карьеры плохо. И вот сегодня задача журналистов еще опасна, поверьте мне. Я это лучше знаю, чем, может быть, многие сидящие в том же оргкомитете. И я хочу сказать, что сегодня честная журналистика, она поддерживает это движение, потому что понимает, что альтернативы ему нет. Альтернатива этому движению – это застой власти. Это 12 лет опять власти одной партии. Это абсолютная деградация политической. И что-то может измениться, правда, с помощью митингов? Абсолютно все может измениться. Ну, например. Мы можем покажать страну, как в 1991 году. Вот я вам хочу сказать. Я-то считаю. Ее не будет. Евгений Алексеевич, вы потаете причину и следствие. Потому что причиной были митингов, причиной развала государства были не митинги, а безобразная политика, которая вывела людей на улицу. Я хочу какой-нибудь апельсин раздать. Смотрите, вы говорите, что из-за этих митингов действительно может измениться конструкция страны. Полностью. Причем, куда измениться? Могу сказать, куда. При том, что я очень счастлив, я довольно много прожил при советской власти, считал, что это жуткий монстр, гомункулс, искусственное образование, вообще жуть. У тебя, к сожалению, пришло столько митингами. Не было бы митингов, не было бы ответа, что статьи Конституции. Я говорю, что я счастлив, что в результате чего угодно, мирового кризиса, падение цен на нефть, или в результате митингов, или в результате гласности, как считает товарищ Кургинян. Изменилась эта страна, она исчезла. Андрей, кто вам сказал, что страна изменилась? Объясните мне, пожалуйста. Ну, название изменилось. Название изменилось. Ну, потом, республики обрели независимость. Да нет, нет. Мы тиражируем столетиями одну и ту же форму правления. Еще раз. Абсолютно можно. Закончите вопрос. Я слушаю. Так вот, и оказалось, я дико приветствую, что похоронили Советский Союз, другая страна. У меня много претензий к России, но, тем не менее, лучше, чем Советский Союз. Если вы считаете, что в результате митингов страна наша, вот эта двадцатилетняя, вот эта, опять может радикально измениться? Вы действительно так считаете с помощью митингов? И в результате митингов и выборов страна может радикально измениться, естественно. А что-нибудь отличаются митинги от выборов? Это разные. Митинги – это тактическая форма, а выборы – это содержательная форма. То есть решения принимаются на выборах, а митинги только могут подправить так или иначе это решение. Но если вы говорите, я тоже против Советской власти, но я за Россию, большую Россию под названием Советского Союза, для того, чтобы, которую создавали наши предки. И с какой стати Горбачев принял решение и коммунисты тогда ее ликвидировать, и на съезде проголосовали, о чем не говорят. Я, например, вижу в этом четкий и понятный акт предательства, капитуляции в условиях холодной войны. Но само государство, а не Советскую власть. Советскую власть – понятно. Чуть был у вас шанс агитировать меня пойти на митинги, если вы сказали, что митинги представляют угрозу для нынешней конструкции власти. Вы мне это не сказали. Для страны представляют угрозу сохранение нынешней конструкции власти. Ключевое требование митингов, чтобы вы знали, это даже не отставка Чурова, это даже не освобождение несправедливо осужденных людей. Главное требование митинга, ключевое, на чем будем настаивать, это проведение радикальной реформы политической системы. Это проведение конституционных реформ. Это положить конец вот этой монологии. А почему тема нечестных выборов ушла? Она не ушла. Без честных выборов власть меняется в любых странах двумя способами. Первый способ это честные выборы, которых у нас в России нет, все искажено, законодательство специально сделано под чиновника, чтобы он определял, а чиновник является доминирующим классом и бенефицаром этой системы власти. Или второй путь, революция. Или бунт. Вот то, что у нас нет честных выборов, это те люди, которые это организовали, они впрямую толкают страну к развалу, к революции, к бунту крови. И мы сегодня выходим на митинги, чтобы пока еще есть возможность мирно додавить власть до того, чтобы реформы были на России начаты. Иначе ничего не будет. Короткий вопрос, а потом вы начинаете. Можно ли митингами додавить власть? Митингами можно ли додавить власть? Я думаю, что практически невероятный процесс. Выборами можно изменить власть. Только выборами. В Египте додавили. Я могу ответить. В Ливии додавили. Пожалуйста, сейчас отвечай. Теперь я, в чем я, кстати, согласен с моим коллегом. Восточная Европа, Народные фронты. Я своим коллегам согласен в том, что сегодня выбор заключается. И выбор заключается радикального характера. В чем? 20-летний цикл выбора, между прочим. Сегодня возникла попытка свалить национальную власть через придуманные фальсификации и сказки про якобы выборы. Власть ворованная, Евгений Алексеевич. Ворованная власть. В попытке свалить национальную власть. Нелегитимная. То есть, либо национальная власть, как в многих других государствах, сваливается, как государство Африки, мы это видим, на Украине, как она была свалена, либо во главе с Путином она остается и продолжает выходить на новый этап развития. То есть, сегодня выбор-то в этом. Либо у нас национальная власть и суверенитет остается в том виде, как он есть, в недостаточном виде, но это отдельный разговор. Либо мы теряем резко позицию суверенитета, как это было в девяносто первом году. И сегодняшний накал политической борьбы вокруг этого происходит. И когда вы сказали, что пришли один раз на выборы, потому что испугались, на мой взгляд, сегодня пугаться надо значительно больше. Потому что сегодня возникает ситуация рисков стратегического масштаба. И очень плохо, что мы убаюканы вот этой пропагандой якобы о фальсификации. Я не понял, чего мне пугаться-то. Пугаться, что один из вариантов развития дальнейшей страны, это мы уходим в анархию и хаос. У нас сваливается национальная власть. Именно сегодня любая, ведь как на фронте, побеждают либо одни, либо другие. Сегодня любые удары по национальной власти приводят к снижению суверенитета страны. И дальше определять нашу судьбу будем не мы, а люди другие, которые вызывают в посольство и дают там указания. Вот в чем проблема. И это прямой цикл, связанный с 1991 годом, когда мы, конечно, потеряли суверенитет как нация, потому что проиграли войну. Кто такие мы? Вот я не понимаю. Я последние 8 лет... Мы российский народ. Нет, я говорю, я не знаю. Я тоже вроде типа народ. Не самый лучший, но как бы народ. Успираться надо. Как бы народ, да. Но мне 8 лет никто не давал принимать участие ни в каких вопросах. И не предполагается ближайшие 12 лет. Понимаете, вы за вас это делали. В ближайшие 12 лет можете отдыхать. И в реальном случае мне совершенно наплевать, кто мне мешает принимать какие-то решения по стране. Американцы мне мешают. Или мне в Белом доме мешают. Или мне в Кремле мешают. Или в Госдуме мешают. Мне все равно мешают. У меня нет никакой возможности участвовать в какой-то жизни страны. Правильно? И уже совершенно все равно, кто мне это запретит. Может, американцы ходят за деньги. Может быть, вам некомфортно? Может, вам некомфортно. Это другой вопрос. Вопрос комфорта – это вопрос развития страны. Но то, что решения принимаются в ваших интересах, это тоже факт. Вашу продолжительность жизни увеличивают. Вашу, как в среднем по стране. Не некомфортно. Куда-то ходить? Ваши повышают доходы. Ваши доходы, как среднего гражданина страны. Это задачи, которые решает перед собой национальная власть. Если мы теряем суверенитет, то наши заокеанские ребята живут за наш счет. То есть наш уровень жизни начинает снижаться, и за эти деньги начинают перекачиваться туда и ресурсы, и кадры. Это же простая история. Это конкурентная борьба наций. И в этой конкурентной борьбе развалить национальный курс или развалить национальную власть – элемент этой борьбы. Нам сейчас вот с этими историями враньем давят на нас, чтобы ослабить российскую нацию и государство. Под словом «вранье» мы, по-моему, все понимаем, все трое разные вещи, нет? Абсолютно. Я понимаю вот эту историю с якобы массовыми фальсификациями. Это вранье. И вся эта история основана на вранье. То есть все люди, которые тысячи, десятки тысяч людей, которые видели вот это хамство на выборах, которые были наблюдателями, которые… Президент сказал, что он тоже видел, но ничего не понял. Я не президент, я говорю… Вот он сказал, что я видел, ничего не понял. Ну, если президент не понял, знаете, тогда он правильно уходит. Вот. Поэтому вот когда люди это увидели, люди возмутились, люди вышли и продолжают выходить, мы при этом говорим, что все у нас в ажуре. Знаете, я хочу сказать, что… Вот мне что, в чем не нравится сейчас поведение правящей элиты. Мы украли власть, узурпировали ее. У нас Чуров посчитал нам 146%. Мы теперь получили власть нелегитимным путем, делаем вид, что ничего не произошло. И давайте теперь, ребята, не посягайте на это. Давайте жить дружно, мирно, потому что если вы посягаете на нас, то вы посягаете на суверенитет. Вы агенты Госдепа, вы, так сказать, мерзавцы и негодяи, которые… Когда вы были в «Единой России», вы этого не замечали? Я не был в «Единой России». Я не был в «Единой России». Никогда не был. Я был в «Единой России». Да. И вот поэтому, когда нам говорят, что там вы развалите страну, я хочу сказать, что страна развалится всегда благодаря бездарным действиям власти. Никто другой ее развалить не может, кроме самой собственной власти. Царское правительство развалило, я так скажу, царское правительство развалило ту Россию. В феврале никто не вышел защитить монархию, когда началась революция. И в 1905 году Николай Напрасно упирался, отдал бы учредительному собранию власть. Другая бы история была. В 1991-м КПСС развалила страну, ее лидеры КПСС разбежались по национальным квартирам. Кто себе Грузию отхватил, кто Азербайджан, кто Казахстан, далее везде. Это власть. Вина в развале страны. Разваивается, развалится, развалится. Вина в развале страны. А зачем мне тогда эту власть менять? Подождите, это не эту власть. А мы вас как раз призываем бороться с этой властью. Потому что эта власть нелегитимна. И вместо нее сделать хаос и анархию. Вместо нее провести конституционную реформу. Хаос и анархию. Провести честные выборы. Распустить эту нелегитимную думу. Никуда. Назначить нормальные выборы, избрать нормальный парламент. Ограничить власть монарха. Я прошу прощения. И сделать нормальный суд. Я прошу прощения. У нас почти не осталось времени. Тут лежат два одиноких помидора. Почему? Все осталось то же самое. Я лично не услышал ни одного аргумента за почему мне участвовать в политической жизни страны. Ну тогда ждите. Как же знаете. Вы тогда к вам придут. Я очень надеюсь. Вот если вы не будете заниматься, к вам придут. Я очень надеюсь, что наши зрители что-то из себя извлекли. И может быть кто-то действительно пойдет либо на митинг, либо на выборы. Я пока такого вывода не сделал. И наверное пора нам прощаться. В эфире была программа «Гражданин президент». У нас в гостях был Геннадий Гудков, Евгений Федоров. Возвращайтесь к нам в среду. В 20.15. Это ваша среда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин